Смотрите, дальше вывод, какой делает от буддийской мудрости. «Ибо не ненавистью побеждается исходящее из ненависти, не ненавистью побеждается исходящее из ненависти, оно угошается любовью, любовью. Таков вечный закон». У меня сегодня была в Ведическом храме лекция, и одна женщина задала вопрос, как помочь родственникам встать на путь самосовершенствования. Я спросил, а зачем вы хотите им помочь? В чём причина? И она не могла ответить на этот вопрос. Но я сам ответил на этот вопрос. Я объяснил, что чаще всего мы хотим помочь своим близким людям, допустим, бросить мясо или бросить выпивать, только по той причине, что нам комфортнее так жить, что мы хотим быть счастливыми, и поэтому хочется видеть рядом с собой человека, который несёт хорошую судьбу. Мы не понимаем, что эти родственники олицетворения наших грехов, что они просто показывают, кем ты был раньше нам, показывать, кем ты был раньше. И одна женщина спросила меня, Олег Геннадьевич, вы можете как-то наглядно показать мне мою судьбу? Я говорю, конечно, очень просто. Поставьте всех близких людей вокруг себя, вот это ваша судьба, наглядно. Вот это часть, одна ваша судьба, это вторая. Какую-то часть вы любите судьбы, она вам приносит счастье. Какую часть судьбы вы не любите, она вам приносит страдания. Но всё это ваша судьба, все родственники вокруг, близкие люди, друзья, директор завода, которым вы работаете, который вас гнобит. Ну, то есть, всё это судьба, вот это всё. Те люди, которые близко в сердце находятся. Хорошо или плохо, это всё судьба. И когда человек с утра в молитве, в хороших, позитивных настроях, побеждает плохие мысли об этих людях, побеждает плохие мысли, то это значит, что плохая судьба на него в этот момент уже не действует. До свидания. Потому что все люди по природе души, а душа соткана только из чистоты, не нет грязи. Вся эта грязь — это просто наши поступки, которые вокруг души находятся. Если мы на человеке возвышенно настроенно на него смотрим, возвышенно, то это ведок сравнивается, такие люди, которые возвышенно на людей смотрят, эти люди — победители в жизни. Они побеждают свою судьбу, и они сравниваются с пчёлами. Вот это сравнение очень важно знать, потому что у пчелы есть одно уникальное свойство. Оно летит между различными предметами, пролетает, испражнения там какие-то, еще что-то, но она не думает об этом во всем. Она ищет только нектар цветка. Нектар — это нектар или вот эти вот, ну, песчинки, пыльцы такой на цветке, это его энергия любви. У цветка есть энергия любви, она имеет свой аромат. Она окружена красотой, энергией любви. И самая суть любви — это вот эта пыльца. И пчела, она только ищет любовь. Есть такая песня на хинде. Один возвышенный человек поёт, он поёт. Камли-коу-и, камли-коу-и. То есть он поёт только через любовь, только через любовь мы можем достичь в этой жизни счастья. Только через любовь. И пчела ищет только нектар. И как интересно она живёт. Она набирает на лапки пыльцу и несёт не себе похавать, а она несёт в улей. В улей она оставляет там и опять летит. И опять она носит целый день. И когда она голодная становится и уставшая, куда она летит? Тоже в улей. Она прилетает туда, и там уже много мёда, он стекает там. И она кушает этот мёд тоже. Она уже, когда совсем наработалась, она прилетает. И она, так как мёд — это энергия любви, это благостный продукт, сотканный из энергии любви, она кушает этот мёд. И она падает вот так вот. Вся облипается в мёде, крылышки, ножки, всё, как бы она, крылышки у ней так, ж-ж-ж-жи-жи, такие пожуживают. И она вся обмазана мёдом. Она кушает мёд вся, вокруг её мёд окружает. И все пчёлы там роятся вокруг, как бы они все вот этот мёд кушают. И когда она наелась уже, она как бы приходит в себя и думает, что это я тут развалилась. Надо же гектар собирать, и опять летит трудиться. И пчеловоды, они поближе ставят улик к цветкам, потому что они знают, что пчела может не долететь и погибнуть по дороге. Она, если она летит, не думает о себе вообще. Она может не долететь до цветов и по дороге просто упасть, погибнуть. Она только хочет нектара. И это сравнивается с мухой, которая тоже любит сладкий вкус и ищет его по факту. Она тоже летит на сладкий вкус. Но по дороге она видит, что там что-то лежит такое. Бардак. Она видит, что надо разобраться в этом вопросе, потому что бардак. И она летит разобраться в вопросе, потом у ней там опарыши заводятся. И она забывает, что она к нектару летела. Она потом в этом бардаке живет уже в своем сознании. Таким образом, пчелы, они всегда ищут нектар и хотят нектара. Они тоже сталкиваются с бардаком, но облетают его. А мухи, они погружаются в этот бардак и думают, господи, какой скотина, а? Ну как можно с ним жить вообще? Вот, понимаете? То есть, и так как у нас у всех есть и муха и пчела в сердце, сидит обе, и муха и пчела, человек должен пчелу придушить во время молитвы, придушить ее чуть-чуть. Пчелу, муху, 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 да, извините. Муху придушить чуть-чуть так ее, чтобы она, она все равно живет, она живучая. Не бойтесь, вы ее не убьете. Надо ее просто придушить, чтобы она там лежала себе, отдыхала. А пчелу надо дать ей летать в жизни. Вот для этого молитва предназначена. Молитва предназначена для того, чтобы человек почувствовал чистоту людскую. Что такое прощение, увидеть хорошее в человеке? Прощение не означает, что ты съел его грехи, как бы проглотил, перебарил, все нормально, мне по барабану. Нет, прощение означает, что ты увидел хорошее в человеке и почувствовал его с другой стороны. И это означает прощение. Это всегда означает прощение. Это очень сила большая, позитивная должна быть в сердце, чтобы прощение возникло. Что с тобой стряслось вдруг опять? Быть может, я в чем виноват? Нельзя же молчать, упрямо молчать, и час, и другой подряд. Аллергия на пыльцу, да? Аллергия на пыльцу, да? Я говорил об аллергии сейчас, я не говорил о меде, как таковое, я говорил о людях. Я о людях говорил. Если у вас аллергия на мед, у вас на любовь есть аллергия? Нет аллергии на мед. Если у людей аллергия на мед, значит, они плохие. Чувствуете? У нас нет аллергии ни у кого здесь на мед. Но если у вас аллергия на мед, значит, они плохие. Они мухи, а мы пчелы. Чувствуете, да? Пчела сейчас сказала или нет? Нет. А вы как спросили, как пчела или как другое насекомое? У вас вопрос был, как задум. Жуков сказал, усатый таракан. Иберия дорожил Сталину. Сталин привел Жукова и говорит, ты на кого сказал, усатый таракан? На Гитлера. Посмотрел на Белия и говорит, а ты на кого подумал? Ну, то есть, изучаем науку о меде, да? Изучаем науку о меде, кто такие пчелы, кто такие мухи. Но я не подумал о вас плохо, да? Или подумал? Не знаю. Видите, как сложно. Надо учиться быть пчелой при всех ситуациях. Видите, я подумал о ней плохо и сам завонял в результате. Но так или иначе, идея в чем заключается? В том, что мы иногда воняем. Мы должны очиститься с помощью внутренних мыслей, молитвы. Мы должны очищаться от этой идеи. И так протекает наша жизнь. Мы должны очищаться. Нужно очень позитивно смотреть на вещи. Один грузин продавал живую рыбу. И как бы к нему покупатель подошел. Говорит, вот какая рыбка, какая хорошая, большая. Что-то она у вас не плавает. Он говорит, она заснула. Он взял ее по нему и говорит, что-то она попахивает у вас. А ты когда спишь, себя контролируешь. Видите, у грузина было очень позитивное мышление. На поводу рыбы. Которую он продавал. Ну ладно. Так или иначе, идея в чем заключается? Что победа над судьбой происходит вот в том случае, когда человек начинает по-хорошему думать о тех людях, которые причиняют ему зло. Есть исключения. Например, человек, который должен наказать, он должен это делать из чувства долга. То есть он может очистить свое восприятие. Но, допустим, воин должен сражаться с врагом, если тот пытается поработить. И он не должен со злобой это делать. Он должен благородно сражаться. То есть он должен даже уничтожать противника, но с добрым сердцем. Как Александр Даневский сказал, у нас нет как бы никому злых мыслей. Зла нет у нас. Но тот, кто с мечом на нас пойдет, от меча и погибнет. Вот такая, ну как бы святой царь сказал. То есть идея в этом заключается, что человек так должен жить. То есть это не значит, что мы беспомощные существа какие-то, что мысль у нас, у пчелы тоже есть, кстати, жало. Она применяет его в крайнем случае, когда агрессивно кто-то ведет себя. Ну вот примерно как бы идея такая. Воля Бога в том, чтобы мы жили счастьем и жизнью друг друга. Воля Бога в том, чтобы мы жили счастьем и жизнью друг друга. А не взаимным несчастьем и смертью. Допустим, человек оставляет тело близкий. В чем заключается проблема? Проблема заключается в том, что я думаю, что он умер. Можно жить смертью человека или нет? Нет. А истина в чем заключается? А истина заключается в том, что он жив. Как я ехал в одном месте, на одном мосте, и мне показали, вот здесь вот Виктор Цой разбился. И там, на этом же мосту, когда я проезжал в этом месте, я увидел такими красными, такое как бы написано, красным таким, это краской такой очень яркой. Цой жив! Там вот написано на этом месте. Ну, то есть, это означает, что никто не умирал. Это факт. Потому что нет смерти. Грубое тело падает, когда из него выходит тонкое тело и душа. Но тонкое тело и душа означает оставлять связь. Человек, который уходит из мира, он помнит о своих родственниках. У него есть связь. Но он не может уже никак на них влиять. Судьба разлучает нас. Но она не может на тонком плане разлучить сердца людей. И поэтому мы можем молиться за близких людей. И с помощью своей молитвы мы даже сильнее им будем помогать, если они ушли из этого мира, чем если бы они были здесь. Потому что, когда человек здесь находится, он может принимать молитву в своем сердце. Может не принимать. Но когда человек ушел из этого мира, и он дальше перед судом встает за свои поступки, то он всегда принимает молитву. Всегда принимает молитву. Сейчас мы проведем статистику. Я много-много уже об этом на лекциях говорил. Кто из вас молился за своих родственников, которые ушли из жизни и в сердце, почувствовал сильную радость, облегчение? Поднимите руку. Вот эти люди уже помогли своим родственникам. Если вы это почувствовали, значит, они уже пошли из тех мест, где наказаны, пошли вверх. Там, где нет наказания. То есть вы фактически отработали молитвой судьбу их всей жизни. Такой результат молитвы со стороны. Так человеку помогают. Потому что, когда человек по судьбе положено утонуть в болоте, достаточно просто механически протянуть ему руку. И эта рука, она вытаскивает человека из болота и спасает ему жизнь. Точно так же молитва из сердца, она очищает от всех грехов человека, какие только в его сердце бывают, существуют. Я был свидетелем уникального события. Один молодой человек, он всю жизнь был монахом, и он оставлял тело в святом месте в Индии от рака. Он болел раком, и он оставил тело на моих глазах. Я на пять минут пришёл его проведать, что с ним происходит, и в этот момент он оставил тело. Сам не ожидая того, он просто сказал, что ему душно. Мы открыли окна. Потому что перед оставлением тела начинается нагреваться. Грубое тело сначала нагревается. И потом нагревается, потому что время, что такое время? Это сила, которая старит всё в этом мире. Это самая большая сила в этом мире — это время. Время. Это не то, что на часах бежит, это сила такая на тонком плане. Она всё старит. Видите, ничего не молодеет на этой земле, всё стареет. Человек рождается, он стареет с самого детства. Да? И время выталкивает, когда душу из тела начинает, то душа вместе с тонким телом держится за грубое тело. Поэтому сопротивление времени вызывает сильное нагревание. И когда тонкое тело, грубое тело нагревается, потом всё равно время выталкивает душу вместе с тонким телом из тела, и душа начинает, тонкое тело начинает сворачиваться к центру вот сюда. И в этот момент останавливается сердце. Я увидел, как у него остановилось сердце, он застыл. Его глаз, взгляд начал постепенно угасать. Я начал читать молитву и показал ему святость, то, чем он поклонялся, чтобы он во время, когда у него гасал взгляд, чтобы это с ним зашло туда, внутрь. Потом он вышел, то есть сначала свернулось тонкое тело в одну точку, свернулось вот здесь вот. Потом некоторое время это всё находилось внутри. Был такой феномен, что есть тело мёртвое, и есть внутри душа с тонким телом. Так удивительно было это видеть. Глаза были уже безжизненные. Он с открытыми глазами оставил тело, но душа была внутри с тонким телом. И видел тонкое тело. Потом я увидел, как тонкое тело вместе с душой вышло из тела, начало двигаться, и через определённый психический центр вышло наружу. И снаружи он сразу же себя осознал. И как только он себя осознал, он две попытки совершил вернуться в тело назад. И потом он как бы обескураженный совершенно застыл вот так вот снаружи. И он был в шоке, хотя он всю жизнь молился и изучал, что есть выход из тела, что жизнь не вечна в этом мире. И я начал молиться его духовному учителю в этот момент, чтобы тот ему помог. Я увидел, какая-то сила окружила его. И он успокоился. И в этот момент тот человек, который рядом находился, он собрал тех людей, которые его знали. И мы начали молитву. Эта молитва продолжалась 24 часа. Всё это время я наблюдал за тонким телом. Оно очищалось каждой секундой всё сильнее и сильнее. И через 24 часа он уже сиял. То есть от него начало исходить сияние. Я увидел, как он пошёл вверх, на высшую планету. А может быть и в духовный мир. Я не могу уже сказать точно, куда. Но так или иначе, молитва очень сильно меняет. Даже просто 24 часа вместе помолиться за человека, это очень сильно меняет его судьбу. И по факту тяжесть сердца после ухода родственников возникает только по той причине, что мы перед ними не выполняем свой долг. И вот эти слёзы, отчаяния возникают только по одной причине, что мы никогда при жизни не выполняли свой долг. Потому что когда человек очищает своё сердце по отношению к родственнику, когда тот уходит, у него в сердце возникает благодарность и чувство разлуки. Это тоже слёзы, но они имеют другую природу. Почему у нас камень на сердце после ухода родственников возникает? Потому что мы не занимались внутренней жизнью. Мы всю жизнь просто занимались собой. Строили домики, работали, кушать готовили и так далее. Но человек живёт для того, чтобы хотя бы час в день, полчаса в день, пять минут в день, вот что у него остаётся для настоящей жизни, потому что жизнь, как буддийская мудрость сказали, протекает в сердце, а не снаружи. Он должен подумать о Боге, помолиться за счастье родственников, подумать о хорошем, что я знаю близких людей. В этом заключается жизнь. А всё остальное — это просто пустая трата времени. И человек, когда он тело оставляет, в этот момент он проносится вот это всё, вся его жизнь. И всё, что связано с жизнью, он радуется этому, а всё, что связано с тем, что он просто там деньги зарабатывает, он этому печалится. Потому что жизнь — это не растить детей, не зарабатывать деньги, не повышать положение в обществе. Это не жизнь, это выживание. Жизнь — это то, что происходит в сердце в время утренней молитвы. Почему утренней? Я сейчас объясню. Это описано тоже в ведах. Смотрите, утро связано с рождением в следующей жизни, день связан с жизнью, и вечер связан со старостью. Что важнее — рождение, жизнь или старость? Рождение. Потому что если ты с хвостиком родился, то ты уже другим не станешь, понимаете? Рождение важнее, поэтому молитва и совершается с утра, чтобы рождение было благоприятно. Некоторые думают, что человек не может родиться с хвостиком. Надо изучать этот вопрос. Смотрите, некоторые люди очень сильно походят на животных уже при жизни. Сначала они были такими хорошими, а потом раз — и что-то с ними происходит. У меня в подъезде жил один мальчик, очень красивый. Он жил, я на девятом этаже жил в Тольятти, а он жил на седьмом или на шестом, где-то там, пониже. Он был очень красивый, этот мальчик. Я всегда думал, какой красивый. Он был младше меня на год. И когда лет восемь назад я приехал в Тольятти, я увидел, меня позвал какой-то страшный человек, пропитый, позвал. Олег, ты помнишь меня? Я смотрю, не могу вспомнить. Я говорю, что-то я не помню. Он говорит, помнишь, я жил на таком-то этаже, а ты на таком-то. Мы игрались. Я увидел, что он похож на животного. Тогда он был просто красивый. Сейчас стал похож на животного. Иногда мы говорим, ты уже на свинью стал похож. Что ты с собой делаешь? Это что значит? Это значит, что меняется тонкое тело. Тонкое тело уже не предназначено для жизни в человеческом теле. Потому что чем отличается человеческое тело от тела животного? Душа та же самая. Я могу тестировать тонкие каналы в дереве. Поэтому лечим корой деревьев. Потому что есть такие же тонкие каналы. Есть совместимость по конституции между деревьями и людьми. Я проанализировал все деревья на территории России. И мы используем эти деревья для лечения людей корой. Потому что кора прочищает эти тонкие каналы. Точно так же, точно так же, такая же конституция тонкого тела есть у коровы. Например, есть такое заболевание вирусное коровы, рак крови у коров. И мы пытались корой лечить коров, чтобы рак крови вылечить у них. Надевали на ноги коровам эту кору, а не носили. Но прежде чем надеть, я протестировал корову точно такие же каналы. Точно такое же строение тонкого тела, как у человека. Разницы никакой нет. Такие же хронические заболевания. Все так же накапливается. Все то же самое. Если бы сейчас здесь сидела собачка, я бы ее протестировал при вас. Сказал бы, что у нее не так. Некоторые утверждают, что в телах животных нет души. Но веды объясняют, что душа везде есть, где есть признаки жизни. Признаками жизни есть стремление к счастью. Допустим, растение растет к солнцу. Солнце — это энергия счастья. Солнце дарит нам счастье. Солнце, ты посмотри, какое солнце в вышине. Солнце, оно дает свое тепло тебе и мне. Солнце, дарите солнце, как весенние цветы. И станет на земле еще светлее. Видите солнце, дарите солнце, как весенние цветы. То есть речь идет об энергии любви. Мы говорили, что в цветках энергии любви, в солнце энергии любви. Солнце восходит, сразу птички начинают петь. Все оживает. Ветер начинает дуть. Когда солнца нет, тишина, ничего не дует. Солнце взошло, раз, пошел ветерок. Дуть. Кто рано утром вставает, знает. Птички. Чирик-чирик-чирик. Петушки. Радуются. Петушки радуются. Собачки по-своему радуются. У них другое сознание. Они гавкают на всех. В это время все оживают. Как бы энергию любви все по-своему воспринимают. Начинается жизнь. Надо дарить солнце, как весенние цветы. От сердца к сердцу. И станет на земле еще светлее. Потому что тьма — это не результат солнца. Солнце всегда дает свет. Тьма находится в наших мыслях. Мы воспринимаем мир с позиции тьмы. Мы обиделись, огорчились, разочаровались. В тоске живем. Почему? Потому что мы ждем, когда он не станет лучше. Ко мне женщина подошла сегодня и говорит на вот этой ведической лекции. Говорит, Олег Геннадьевич, как помочь сыну? Я за него беспокоюсь. Я начал объяснять, что беспокойство — это не помощь. Это когда ты сосешь кровь у сына, это беспокойство. Чтобы помочь, надо вместо того, что беспокойство — это лень души. Когда душа не хочет работать над судьбой, она беспокоится. То есть сыну нужна помощь, поэтому возникает беспокойство. Что нужно делать? Нужно внутреннюю жизнь, сеть рано утром, перед алтарем, начать молиться, думать о Боге. А сыне не надо думать. Потому что все известно, что сыну трудно. Это известно. Бог, он все знает. Он в сердце прямо у нас находится. И человек молится, думает о возвышенном и начинает чувствовать чистоту святого человека, начинает чувствовать его возвышенную жизнь. И думает, я хочу жить так же, как ты. Пожалуйста, сделай меня инструментом в своих руках. Я хочу дарить всем радость. Человек читает молитву или повторяет, я желаю всем счастья. И в это время у него по поводу сына на сердце становится легче. Почему? Потому что в корне дерева мы связаны друг с другом. И не надо человеке думать, помоги ему, помоги ему. Не твое дело, кому он будет помогать. Ты просто делай свое дело. То есть просто думай о чистоте возвышенном, ищи нектара. Только через любовь. Первая стадия. Ты в сердце успокоишься за сына. Вторая стадия. У тебя установится с ним контакт. Ты будешь говорить, сынок, а курить нехорошо. И он не будет плохо реагировать. Он будет улыбаться, говорить, мама, я это уже слышал. Понимаете, он не будет злиться, а будет нормально реагировать. Это значит, что ваше знание в сознание ему уже входит. Вы дальше молитесь, и потом ваши слова начнут действовать. Он начнет задумываться. А потом он бросит. Это всегда так бывает. Но так как мы не жили внутренней жизнью никогда, поэтому мы этого опыта не имеем. Так почему мама беспокоится? Потому что она ленивая. Она не хочет жить вот этим победой над судьбой. Она хочет получать плоды. И эта женщина подошла ко мне и спросила, Олег Геннадьевич, как сделать так, чтобы я не беспокоилась за сына? То есть означает, Олег Геннадьевич, может, вы побеспокоитесь за него вместо меня? Я не хочу вот как бы это всё есть, может быть, вы моё покушаете. Но я не против, я нормально к этому отношусь. И поэтому я и стал помогать, что я не против как бы есть у человека трудности, надо объяснить, что делать. Человеку в жизни не хватает только знаний и всё. Всё остальное у него есть. Мы не знаем, что происходит, как нам жить. Поэтому цель человеческой жизни — это понять свою природу, что мы души, у нас духовная природа. Духовная означает позитивная. То есть чистая и светлая природа. И мы должны... Что значит духовная жизнь? Это значит учиться видеть светлое в людях, а не грязное. Это духовная жизнь. Буховная жизнь не означает небеса где-то летать, думать только о Боге. Бог проявляется через людей, вот через всех вокруг. Я когда вчера повторял, я желаю всем счастья, я кланялся вам всем. Вы думали о святом человеке, а я кланялся вам всем. И искал в вашей чистоте Господа. Искал в вас. Потому что у вас тоже это есть. Я почувствовал это в конце. Почувствовал эту чистоту, которая у вас есть в жизни. И я почувствовал большое удовлетворение от этого в своём сердце. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!